всем привет из солнечной греции с вами юля сегодня я начинаю снимать видео о моей новой рукодельной недели ну и как вы понимаете конечно же я не удержалась я хочу начать вышивать этот набор он такой замечательный такой долгожданный что не теряя ни минуты буквально я сразу приступаю к вышивке этого дизайна напомню что это набор фирмы анкор дизайн называется сельский канал размер работы 25 на 31 сантиметр так вышивается на аиде 16 каунта белого цвета вот сюда мне бы хотелось очень сильно равномерку голубого цвета может быть какой-то лен голубенький чтобы но наверное это было бы на ошибкой да потому что здесь специально производитель оставил вот эти белые места чтобы просвечивались и создавались голубые голубые белые облака а если я возьму голубую равномерку то не будут другого оттенка любом случае голубой равномерки у меня нет поэтому ничего менять не буду буду вышивать как есть в наборе и вообще последнее время я редко что меняю знаете и так столько трачу на набор еще менять нет буду вышивать как есть этот дизайн изобилует вообще яркими красками ну а также различными персонажами и деталями здесь у нас есть вот это плавательное устройство я не знаю как она называется честно но лодка не лодка это что-то что это напишите мне девочки кто знает как называется вот это плавательное устройство и здесь мы видим тоже человека он сидит наверху что это капитан руководит непонятно я первый раз вижу это устройство плавательное здесь у нас есть рыбачок сидит рыбку ловит еще человек идет лошадку но это у нас здесь село да поэтому называется сельский канал утки гуси вот лошадка пасется здесь парочка это мы сможем потому что вот у нас собака собаку видит муж все это сто процентов мы далеке еще парочка на мосту и вот дом такой красивый весь в цветах шикарный дом но наш дом вот тут большой который я вам показывала в прошлом видео мы сюда просто приехали на прогулку вот такая у меня здесь складывается история вышивки ну что я уже сняла бликующую упаковку и мы сейчас откроем и посмотрим содержимое этого набора ручки чешутся просто просто я такого предвкушения я так ждала этот дизайн у нас еще здесь посмотрите что это непонятно что это у нас здесь какая-то табличка там тоже что-то лошадка по-моему нарисовано в общем прикольно производство германия покажу производство германия вот здесь нам указано что комплектуется поиды 16 размер 25 на 31 ниточки анкор 3 звезды не так-то сложно есть иголочка приступаем так инструкции а вот настраем инструкции вот такая толстенная игла что у нас французский и немецкий итальянский еще разные языки просто вот эту но хорошо здесь у нас показаны стишки даже из представительства в греции на кипре болгария сервия звания телефоны даны ничего себе нужно будет поискать может быть у нас есть где-то магазин а я об этом не знаю так так но здесь понятно все стишки крест по крест три четвертых как закреплять нашу ниточку французские узелки да все стандартно хорошо ага схемка схемочка вот она первый лист нижний очень хорошо нанесена сетка четко видно бэкстич так но значки мелковатые и немножко конечно они сливаются можно было бы сделать чуточку покрупнее потому что она полностью черно-белая ну ладно мы пока еще глаза все это мы разберемся верхняя часть схемы написано что схемы а и б как они состыковываются так здесь на что бэкстич указано как вышивать бэкстич и французские узелки здесь на что это средняя часть схемы разберемся со схемой нужно ее поизучать все не просто так ну и вот они наши материалы внутри аиды вот такой белый картон для формы очень хороший качественно оставим его для поделок ну и здесь конечно весь лист не поместится в кадр большая такая основа наверное с хорошим припуском очень большой лист давайте посмотрим нитки очень интересно во-первых ниточки в матучках черный темно-коричневый 401 у меня такой был в работе 235 3199 то у меня в лошадках были эти оттенки я ими уже работал поэтому они мне очень хорошо знакомы 234 не было 242 такого зеленого не было 262 классный цвет мне очень нравится 392 не помню 144 240 это в моточках дополнительные какие красивые нитки и на планшетках планшетки у нас вот как не люблю планшетки анкор потому что они делают вот что у них дырочки в два ряда идут и не очень удобно потому что нужно вот читать цифры они вот так разбросаны ну в принципе нет ничего такого прямо уж сложного ну не очень привычно вот все тут можно повесить и 7 места хватает по первому ряду все подписать картон хороший качественный ниточки вот так завязаны резиночкой здесь мы видим красные зеленые бежевые такие цвета хорошие красивые вторая планшетка побогаче тоже резиночкой связано вот тоже два ряда в навешаны ниточки честно вам скажу пока не знаю как не организовать этот процесс наверное наверное не знаю буду думать буду думать в зависимости от того что у меня есть из аксессуаров потому что все уже занято другими процессами аксессуаров у меня очень очень мало осталось нужно будет как-то придумывать для себя этот процесс интересно эти нитки есть на органайзеров 401 давайте посмотрим у нас есть да есть одна ниточка навешанная черный есть черного нет 235 нет его видите вот этих цветов их их нет на планшетке но черный наверное потому что он только в бэкстич пойдет если 35 нет 400 1 есть одна ниточка я думаю как же мне организовать придется разрезать моточки получается 399 есть такой нет такого странно 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 в общем что у нас есть у нас есть вот сколько моточков ниточек целых есть две планшетки тоже с очень яркими ниточками смотрите какой малиновый здесь интересный она синий шикарные цвета и здесь красные яркие цвета ну да картинка то у нас очень яркая поэтому соответственно и ниточки такие так я в предвкушении я скорее всего начну с нижнего правого угла я буду вышивать вот этих уточек здесь этих уточек очень много бэкстича я уже посмотрела на схеме предстоит испытание анкор если кто-то еще не вышивал для информации у анкора очень сложный бэкстич особенно в наборах майя это простая серия поэтому здесь еще можно с ним справиться а вот в серии майя там конечно не все могут выдержать то что делают дизайнеры я честно скажу я не вышиваю так как сто процентов предлагает дизайнер это для меня просто невозможно я вышиваю ну примерно так как идет игла потому что он обычно не счетный в один крестик можно могут быть много проколов в общем это только на словах это не описать это нужно вышивать нужно с этим столкнуться чтобы понять что такое бэкстич от анкор майя вот и той моей работе которые я вам показывала в прошлом видео в машинке там тоже столько было бэкстича я первый раз столкнулась с таким огромным количеством еще опыта не было и я старалась вышивала все как по схеме и и тем не менее мне пришлось потом как-то упрощать это было просто нереально невозможно победить его ну вот вот такое у меня вступление посмотрели мы содержимое данного набора теперь мне нужно организовать данный процесс ну во первых я сейчас займусь обработкой края основы сделаю лаком обработку подумаю как мне организовать нитки поизучаю повнимательнее схему чтобы можно было приступить к этой вышивке и сделаю вам включение покажу как у меня идет процесс и так моя подготовка практически завершена но я надеюсь что уже завершена и если честно я уже очень устала потому что начинать новый набор новый процесс это не так-то просто нужно сделать очень много разных подготовительных моментов провести и в частности когда начинаешь что-то новое нового производителя какую-то схему где нужно все читать изучать выключилась камера продолжаем и я здесь обработала края основу лаком для ногтей я всегда так делаю это очень удобно хорошо держит основу не осыпается при стирке иглашки тоже не повреждаются края также я хотела сделать разметку обычная черная нитка я делаю из центра делаю вот такую из центра из центра основы делаю разметку вниз и дальше делаю себе вот такой угол 90 градусов туда где я буду вышивать может быть видно на камеру здесь остались точечки я стала делать ниткой разметку но потом убрала потому что я померила основу и здесь производитель нам оставил очень очень большие края у меня получалось значит размер работы 25 на 31 сантиметр сама основа 50 сантиметров идет в ширину то есть почти по 10 сантиметров с каждого края производитель нам оставил и если бы я вышивала так как на вас от производителя меня работа была бы размером вот отсюда это край примерно вот отсюда и вот так то есть вот это все нам 10 сантиметров оставлять производитель сверху снизу слева справа и я так посчитала мне стало жалко столько основы как выставлять просто в никуда решила немножко сэкономить и поэтому начну с правого нижнего угла я отчитала себе по 6 половиной сантиметров здесь точечку сразу не стала обрезать основу не знаю хорошо это или плохо но решила пока оставить по вышиваю сделаю первый ряд хотя бы посмотрю что у меня да как и потом конечно же отрежу кусок у меня останется около 15 сантиметров ну вот здесь покажу там камера не захватывает вот такой кусок основа у меня останется где-то 15 сантиметров но на мелкие разные штучки без корнюшки пойдет и почему бы не сэкономить ну вот так натянула я основу на большую мою раму на 60 сантиметров и вот сейчас уже думаю удобно будет мне неудобно потому что рама большая конечно классно я очень люблю вышивать на рамах но сейчас я стараюсь жалеть свой станок стич смарт не нагружать такими рамами но попробую хотя бы денечек повышеваю вот рядочек здесь выше это я целый день готовлюсь готовлюсь и к процессу и все никак не могу приступить ну что ж такое дальше что я делала куча работы девочки я занималась нитками я все-таки решила снять их с планшеток и хорошо что я это сделала потому что я бы там все точно перепутал они бы у меня потерялись перепутались и все это было бы потом большая большая беда я взяла свой органайзер на 30 цветов и нарисовала здесь значки развесила все ниточки то что вышивается крестом и один значок вышивается у нас полу не полу крестом крестом в одну ниточку вообще есть у нас по ключу сейчас вам покажу еще раз ключ вот он ключ на смотрите вот эти все цвета у нас вышиваются крестом две нитки вот эти креста в одну и есть полу крест в одну ниточку значит я что сделала я повесила ниточки значки нарисовала для креста в две ниточки и 1 один цвет который используется только для вышивки крестом в одну ниточку он поместился здесь а вот эти четыре цвета я буду парковать соответственно по номерам по не по значкам по номерам но буду уже заморачиваться искать не нашлось у меня большего органайзера вот еще один такой момент здесь показано как вышивать крестик здесь крестик вышивается в обратную сторону я это тоже делать не буду я буду вышивать в обычных привычную мне сторону ну и полу крест соответственно мы тоже буду вышивать свою привычную сторону я не буду сидеть высчитывать в какую сторону вышивать крест-полукрест все будет красиво и хорошо так что еще так здесь у нас показано по бэкстичу так и показа что схема здесь идет без баксича с другой стороны с бэкстича схема мелковатая не очень удобно будет с ней работать нужно будет делать копию но ничего я начну хотя бы вот начну посмотрю как что у меня идет так ниточки которые у меня запасные я решила их пока в такую коробочку классную у дмс надеюсь дмс не видится что здесь хранятся ниточки анкор вот такая коробочка милейшая вот вроде бы вроде бы такие самые самые основные организационные моменты проведены возможно появятся еще какие-то моменты на что мне нужно будет обратить внимание возможно рама мне покажется сложно придется переодевать на другую раму нужно попробовать нужно попробовать начать и тогда я уже сама пойму что мне здесь нужно улучшить как нужно провести более комфортно мою организацию но все не буду больше болтать я хочу уже пойти попробовать повышевать поэтому увидимся с вами в следующем включении это неделька у меня вообще получается какая-то разгульная хочу начать еще один набор который стоит у меня в планах на этот год и не могу себя удержать хочу его начать это набор фирмы чарина мыть вышивка лентами размер работы 70 на 25 сантиметров достаточно большая работа называется розы ну и здесь вышиваются розы набор мне подарили честно сказать о таком наборе я даже и не мечтала потому что набор достаточно объемный размер его 70 сантиметров по ширине размер 70 на 25 большая работа вышивается на аиде черного цвета и посмотрите какие красивые розы должны получиться объемные цветные я такие розы еще не вышивала у меня есть опыт вышивки лентами но вот такую красоту я еще не создавала хранила этот набор на осень когда разберусь с большинством своих дизайнов проектов до вышивали что-то и вот сейчас у меня такое настроение начинать новые процессы и возможно я устрою себе какой-нибудь праздник и сделал много стартов но хочу начать вот именно с этих роз потому что я не думала очень-очень долго и давно сдерживала себя но больше уже не могу поэтому все давайте откроем и посмотрим комплектацию данного набора так набор входит цветная схема канва хлопок мулины хлопок ленты пера мол бабе испания игла разработана о и и и д промень информация ленты здесь очень хорошие я вышивала другие наборы от других производителями виду лентами и у меня был один набор где ленты просто раз разлазились бисера не хватало то есть мы чувствовала что настолько все как-то экономно создана из материалов дешевых что я конечно сделал эту работу работа смотрится красиво но при работе качество чувствуешь а вот у чарина мыть качество очень хорошие поэтому девочки не бойтесь чарина мы здесь очень-очень хорошие материалы так 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 что мы видим здесь нам положили две ниточки мулине планшетка хорошую спасибо мне планшетки закончились пригодится и вот они наши ленты какие интересные ленточки смотрите белая широкая лента много столько лет я еще такими летами не вышивала кремовая к желтенькая смотрите как красота кушать цвета вот это ленты много посмотрите сколько честно сказать немножко страшно вдруг испорчи что пункт какие ленты классные девочки то видите здесь много лент на к узкая коричневые зеленые для листочков и бутончиков широкие практически все ленты широкие боже мой если страшно немножко снова иглы это маленький для вышивки лентами у меня есть такое огромное шило сюда шило нужно да да здесь ни в коем случае не поместится вся эта основа а потому что она большая 70 сантиметров может даже больше я просто смотрю на ее качество и крупные дырочки и канва мягкая как будто бы не совсем даже венгерская ну такая достаточно мягкая основа это даже хорошо что здесь основа мягкая и дырочатая потому что здесь вышивка идет лентами это не ниточка тоненькая да здесь нужно огромную ленту протащить поэтому я обычно шилом пробиваю либо ножницами прорезаю дырки такие хорошие чтобы ленту можно было провести и закрепить и ну такая интересная как это эластичная как бы пропитанная чем-то прикольно немножко как это кривовато отрезана но это мелочи жизни наверное надо ее обработать чтобы она не сыпалась так вот такая у нас основа наши элементы страшно так что у нас тут у нас тут порядок выполнения работы начинаем стебли листья потом розы условное обозначение есть ключ на мирование лент а ленты 38 миллиметров почти 4 сантиметра потом потом вести бутонов так все на путь расписано открываем схема сам баре кто-нибудь спасите меня как говорится спокойствие только спокойствие вот вот это у нас пол схемы пол схемы у нас также верху по показану стол 7 состыковывается так а центр а где что ничего не понятно ничего не понимаю о ее и или ливили 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 на потом все это вырезать как я здесь охаю ахаю вдыхаю не знаю умираю ну вот по схеме так смотришь кажется ну немного здесь работы вроде бы раз туда веточку с листочками раз туда веточку с листочками тут раз бутон а то же шоу сколько четыре ленты нужно скрутить вокруг желтая фиолетовая синяя малиновая красная несколько цветов лент нужно будет собрать вместе нужно прочитать научиться их собирать вместе а первый блин всегда комом ой 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 надо будет постараться так ну что здесь у меня задача такая непростая творческая интересно будем сейчас читать все изучать ну и конечно же встретимся с вами когда у меня что-то начнет уже что-то начнет уже появляться на моей основе покажу вам и первые успехи поэтому составляйте со мной ставьте лайки поддерживайте меня а а Продолжение следует... 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 вот посмотрите это все бэкстич здесь три цвета бэкстича вот одна линия не знаю видно вам не видно белая линия то 2 с точечкой 3 а вот еще 4 а вот еще и 5 видите сколько бэкстича и это все ну вот если вам видно вот так да даже это различить где как идет стежок очень сложно вышиваться это будет очень очень сложно я вот вышивала вот эту уточку вот здесь вот клювик то полностью все три четвертых креста ну бакси здесь несложный но очень много три четвертых креста было уточки во второй уточки здесь не только много три четвертых креста ну как я вам показала очень очень сложный бэкстич ну что ж тем не менее работа очень интересно захватывает процесс материалы здесь на высшем уровне приятные и вышивать конечно одно удовольствие но как я взялась сначала с огромным энтузиазмом и мне хотелось быстро и много вышить хотела сразу вышить вот этих уточек какой-то участок побольше чтобы уже вам показать как поинтереснее была картинка но на самом деле я уделила этой работе два-три дня но результат у меня не такой большой как хотелось бы хотя работа тоже здесь проделана достаточно приличная около 1500 1700 крестиков я вышила плюс бэкстич ну и опять же нужно брать в расчет то что здесь много три четвертых креста плюс девочки встречается даже три четвертых креста как одиночный элемент такого я еще конечно не видела и я сначала начала вышивать по цветам но так как схема все-таки мелковатая и вот эти три четвертых креста не еще меньше значок находится среди других значков его очень легко потерять и мне приходилось закрепляться ради одного потом этого не до крестика вышивать все делать четко четко по схеме возможно здесь чересчур все это продумано где-то может быть и не нужны эти три четвертых креста но я хочу вышить все точно по схеме и показать вам какой результат получится вот поэтому работа идет медленно но интересно и этот процесс он очень очень увлекательный у меня уже появилась одна уточка такая красивая и вот здесь вторая уточка конечно у меня еще не дошита здесь очень очень много над ней работы сейчас покажу вам поближе как это все смотрится но вот сделала максимальное увеличение постараюсь вам передать картинку конечно но тут даже опытная вышивальщица не углядит всех этих деталей но я постараюсь вам конечно передать рассказать ну я думаю что вы видите какая красивая у . как она хорошо проработана и бэкстич здесь но даже вот такие детали глазки вот перышки какие-то все все очень хорошо подчеркнуто посмотрите лапки нет бэкстича но мы видим что это лапки и потому что они вышиты три четвертым креста диман шанс конечно так не усложняет задачу вышивается все крестом и потом бы все чем все эти детали обшиваются но здесь и три четвертые креста и вот сверху потом еще проходит линия бэкстича чтобы уже полностью подчеркнуть и придать форму какому-то элементу вот здесь вот видите прям очень четко видно как как все хорошо здесь проработано но я надеюсь вы вы видите камера хорошо передает эту картинку ниточки яркие насыщены как я и говорила вышивать конечно приятно и очень интересная с таким огромным нетерпением вышивала эту уточку мне хотелось посмотреть ну что же получится так столько работы столько деталей как она будет выглядеть и выглядит очень очень классно теперь у меня здесь вторая у . ну а дальше у меня будет очень много интересных тоже детали вот человек с лошадью рядом рыбачок вазы классный классный дизайн буду потихонечку его вышивать и конечно же показывать вам как у меня здесь происходит как идет процесс хочу показать как я организовала как я храню этот процесс я купила ну для организации обуви вот такие чехлы такие мешочки на завязочках вот так с окошком ткань здесь плотная синтетическая и этот мешочек он очень объемный сюда помещаются кюснапы помещается и мой органайзер по типу пока все материалы на данный момент в принципе удобное хранение я еще посмотрю если мне понравится я наверное большинство своих работ организую именно в мешочке чтобы они не занимали много места потому что сейчас большинство моих процессов коробках и коробки занимают много места и процессов много коробок много в общем не как-то не комфортно я ищу способ как не организовать мои процессы более более компактно и сэкономить место да вот сейчас такой вопрос о экономии места вот поэтому тестирую этот мешочек возможно приобрету себе еще несколько ну не хватает мне здесь немножко объема до вот этого донышка широкого чтобы как-то было поудобнее но вот тем не менее в принципе удобная вещь и хорошо плотно защищает от пыли и в принципе место не занимает практичное даже и в хозяйстве если уж вышивки не понадобится вот это мой первый процесс этой недели и перейдем к следующим еще на этой неделе я работала над ошибками я работала над процессом пионы в азии design dimensions но у меня набор был classic design ну что тут можно сказать надо собраться с духом вдох выдох чтобы сильно не ругаться благодаря девочкам насти бондаренко и светлане ушаковой который мне очень оперативно сбросили оригинальную схему ключ также фотографию основы и ниток я сразу взялась за выявление ошибок и процесс пошел во-первых я обратила внимание на тот свет который просто бил в глаза пятнами и конечно же там ключе была ошибка я сразу выявила этот момент стала исправлять стала проводить попытки по исправлению выбора заново вышла другим цветом но опять у меня опять у меня что-то не получалось и я стала работать с со всей схемой и обнаружила там несколько таких кардинальных ошибок заключались эти ошибки в том что два три цвета основных три цвета которые используются у нас в пионах они были подобраны неправильно и скорее всего тот кто собирал этот создавал этот набор до по схеме dimensions просто взяли перевод ниток из известных таблиц в интернете вот первый сайт и который мы делаем набор гугле до перевод не так первые сайты которые мы открываем там именно этот был перевод ниточек димэншенс ниточки дмс но это неправильные цвета хорошо что у меня есть много наборов димэншенс и я могла открыть эти наборы посмотреть нитки найти эти нитки и сверить и понять что цвета подобраны неправильно но если вот у кого нет с чем сверить то конечно же по таблицам очень очень опасно вышивать потому что может быть правильные переведены таблица может быть неправильные часть цветов я подобрала в ниточках дмс просто они были по таблицам неправильно подобраны в ниточках дмс и и поэтому получался вот такой вот контраст я специально положила то что у меня было вышито тоже нитки торчат потому что я пыталась выбрать то что было вышито по дизайну по по сборке этого набора так как они собрали и вот сейчас перед вами то что я уже вышиваю по по моему подбору вот на все это у меня ушло три дня я очень устала и знаете у меня был такой момент я хотела просто все это выбросить и забыть потому что столько времени столько нервов я даже спать спокойно не могла потому что у меня даже восьми мозг думал что мне делать с этой вышивкой как подобрать нитки может быть все это бросить но с другой стороны знаете вот такой момент я уже начала этот процесс и не хочется как там его довести до логического завершения я не могу просто взять и выбросить если бы была возможность пойти и купить набор я бы конечно все это выбросила пошла купила новый набор но даже если я его закажу с нашей ситуации когда посылки для 3 4 5 6 месяцев просто этот дизайн потеряет свою актуальность поэтому я долго долго думала и решила все таки делать полностью подбор некоторые ниточки я нашла у себя некоторые из запасов из остатков некоторые я вытащила из наборов где это была возможность ну в общем несколько дней я потратила чтобы разобраться с нитками с ключом и схемой вот дальше у меня была проблема с основой так как здесь в оригинальном наборе у нас идет 18 каунт он бежевый с таким розоватым наверное оттенком так как я поняла по фотографии да такое снова у меня не было вот здесь основа вложенная в набор classic дизайн 16 каунт от свайгард здесь очень приятный оттенок он мне очень очень нравится и такого оттенка у меня не нашлось моих запасах и 18 и в равномерке оттенка такого не нашлось поэтому я пыталась здесь все выбора думаю может быть я распарю и постираю и буду вышивать на это основе но попробовав немножко распороть крестики здесь много цветов плотная зашивка я поняла что это такое мучение и решила не заниматься этим делом не тратить еще и на это время и вышла из положения вот таким образом у меня есть целый метр я покупала аиды 18 каунта специально для дизайнов dimensions но светлобежевый цвет я отрезала кусочек и покрасила чаем получилось немножко винтажно оттеночек конечно же не тот как в оригинале но очень очень приятный цвет получился я положила ниточки на эту основу и знаете цвета заиграли они вот сразу проявили свои все оттенки очень эффектный получился результат и я решила эту основу все-таки взять 18 каунт мы уже ближе к оригиналу но цвет получается у меня немножко не тут но очень очень хорошо гармонично он сочетается с ниточками вот и как вы видите я немножко уже приступила к вышивке очень мало потрачено время на сверку подбор не так вот на основу покрасить высушить выгладить ну так жалко этого времени ну вот что делать попалась я первый раз я вот так попалась буду теперь конечно очень очень осторожна и кстати девочки если у кого-то есть этот набор пожалуйста будьте внимательны да и вообще наборы от фирмы classic design нужно проверять потому что я видела несколько видео тоже наших девочек с ютуба у которых были ошибки у некоторых были очень серьезные ошибки в общем здесь нужно быть очень аккуратным и проверять эти наборы вот мы перед вами сейчас до цветовая просто разница в цвете здесь у нас уходит в розовый а здесь идет пион более насыщенно розовый принципе и нежно-розовый пионы тоже бывают это тоже может быть но тогда нужно было подобрать изменить другие два цвета которые вот они блекут такими темными пятнами такое впечатление что человек который смотрел на эту схему в петермейкер он не постарался не проверил не посмотрел итог ведь в петермейкер очень хорошо видно что в итоге у нас получится если какой-то цвет не сочетается он как-то выбивается можно подобрать другой и в программе это сделать очень очень удобно я по факту сидела и по факту сверялась и нитки раскладывала раскладку да вот как цвета должны идти и это конечно занимает намного больше времени нужно все эти нитки разложить смотреть подходит не подходят человек в программе может сделать это за несколько секунд минут и тем не менее не потрудились производители чтобы хотя бы свою раскладку но сделать ее более более грамотно и до чтобы не были цветы вот с такими пятнами как здесь ну что сказать вот такой вот у меня опыт печальный и знаете печально еще потому что это вышивка начала в отпуске я там так кайфовала и вышивала и мне все нравилось вот но все это выбрасывается потому что здесь уже ничего не исправить и смысла нет я начала уже все заново какие-то цвета я подобрала из остатков что-то дмс что-то из наборов и потихонечку процесс пошел и еще один такой момент когда я начинала вышивать вот по схеме classic дизайн у меня центр приходился где-то на край цветка пиона то есть я не сама считала по схеме есть всегда маркеры покажу вот есть маркеры по которым мы определяем где у нас середина по схеме середина дизайна вот и когда я начинала вышивать по схеме classic дизайн у меня середина была вот где-то в цветке это точно помню так как-то неудачно думаю край цветка и нужно было захватывать и часть листа с одной стороны и часть листа с другой стороны вот а здесь центр у нас приходится так делать центр вот здесь он приходится на зеленые здесь на зеленые листочки то есть даже центр схемы здесь по-разному размечен я конечно же не считала все детально по схеме не сверяла ну вот даже этот факт как так можно что даже схема раз центрована совсем совсем по-другому то есть разница то ли я здесь начала или здесь может быть меня было бы и картинка бы не поместилась хотя может поместилась но впритык вот здесь была бы ваза а сверху было бы очень много воздуха ну столько ошибок столько ошибок просто я я очень удивляюсь как так можно было собирать комплектовать наборы массовые выпускать и в продажу не проверив даже по схеме нет отшива у вас это отшив димэн 6 нет у вас отшива не вы не делали отшив но хотя бы прям посмотреть по итогу что получается неужели вот так вот должно было быть по задумке этих производителей ну слова слова да что что теперь уже говорить теперь буду вышивать уже свой подбор стараюсь я конечно использовать ниточки димэн шанс буду еще искать своих запасах ну у меня план такой я не знаю всех у меня хватит не так либо не всех у меня хватит не так хотя бы выше центральные цветы ниточками димэн шанс вот центральные я буду вышивать вот а крайние цветы я возможно сделаю blend почему потому что здесь вот этот значок он идет под 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 буковкой h который дает вот этот насыщенный розовый цвет он больше всего сосредоточен в центральном цветке и вот здесь с краю здесь его меньше он чуть-чуть здесь используется поэтому я конечно хочу больше использовать оригинальных не так на центральный цветок дальше возможно где-то сделаю blend ну возможно я еще найду в своих запасах не все наборы пересмотрела конечно стараюсь не все открывать так чтобы можно было из одного набора взять несколько ниточек разных оттенков подобрать ну в общем здесь у меня процесс такой сложный но слава богу уже по ниткам я думаю я разобралась хотя и сейчас вышиваю проверяю сверяюсь с фотографией знаете когда уже раз раз ошибился мысли подозрительные постоянно закрадываться и если что-то я вижу что что-то мне не нравится я сразу открываю фотографии на стечу сверяюсь смотрю нашла несколько фотографий в макро и по фотографиям тоже сверяю смотрю что что мне нравится что мне не нравится принципе зеленые цвета хорошо подбираются здесь мне нет нареканий вот хотя вот этот цвет я нашла у себя оригинальный может быть еще какие-то найду вот красный хорошо здесь тоже подобран вот этот которым идет бэкстич ну а в розовых там конечно было все неправильно да есть серые цвета которые вообще не подбираются но они используются в вазе я думаю там будет не критично хотя посмотрю если мне не понравится то я где-нибудь из своего набора тоже возьму эту ниточку оригинальную и вышью вот то что у меня получается на сегодня очень мне нравится основа и сочетания пусть это не совсем то не оригинале конечно же оттенок основы далеко но сочетание мне очень нравится не знаю будет вам сейчас вот видно уже мне подлохматились мне очень-очень нравится сочетание этой крашеной основы этих ниточек цвет получился не насыщенный но очень теплый приятный и хорошо сочетается с этими ниточками вот такая у меня здесь история неприятная опять же повторюсь что очень жалко потерянного времени поэтому конечно же лучше всегда оригинальный набор либо уже подбор самостоятельно ну вот в защиту еще конечно подборов хочу сказать что я столько наборов вышила из клубка желаний у меня там таких проблем никогда не было поэтому я наверное так смело взялась из-за этот набор без задней мысли и вот так неудачно у меня здесь все получилось ну все я буду вышивать теперь уже все у меня организовано и и мне очень интересно увидеть что же получится по итогу и потом сравнить вот с тем что у меня вышивалась ранее и перейдем к еще одному процессу следующему процесс которым к сожалению я не смогла приступить но занималась в плане подготовительных каких-то моментов все связано с моими пионами на которых я потратила столько времени даже сон потеряла все думала что же мы с ними делать и так это очаривная мыть вышивка лентами во первых покажу где хранятся мои материалы я все переложила вот в такую папку пластиковую с высоким дном чтобы ленточки там себя чувствовали хорошо вот и что у меня здесь у меня здесь есть аида на которой предполагается выполнять нашу вышивку но у меня появилась идея вышить эти розы на черном бархате и я вчера так сказать сбегала в магазин и купила вот такой кусочек черного бархата основа конечно и поплотнее и сама структура нежнее более приятнее наверное мне кажется что вот розы из такие крупные розы лентами будут смотреться намного эффектнее именно на бархате пишите ваше мнение очень важно и интересно вот это один момент то что у меня не было это основы и вчера только я ее купила и второй момент по инструкции я прочитала ознакомилась с инструкция инструкция кстати скудноватая мало информации по выполнению стежков посмотрю в прошлом наборе может быть там больше информации как именно нужно выполнять все детали но по порядку работы во первых написано что нужно перенести схему на основу вот схема вот она я сделала копию честно вам сказать я не знаю как ее перенести на основу даже если бы это была аида и приложив черную аиду сверху на на схему она не просвечивается чтобы можно было сделать выполнить перенос поэтому я сделала копию скорее всего я сейчас займусь вырезкой вырежу эту схему приложу ее к основе и буду обводить мылом либо меловым карандашом вот мне самое главное обвести хотя бы основные контуры чтобы знать куда нужно проложить ленту и какого размера сложный такой момент честным сказать немножко я переживаю как он не получится но очень хочется мне сделать эту работу она такая классная они так давно мечтала все откладывал откладывала я думаю что пришел тот момент нужно взять себя в руки выполнить эти шикарные розы посмотрите здесь у нас скручена 3-4 цвета ленты вот крупный крупная фотография этой розы желтая нежно-розовая бежевая темно-розовая посмотрите какая красота я тоже хочу такую красоту буду стараться надеюсь что у меня получится точно так же ну что вы пишите мне ваши идеи мысли по поводу основу по поводу переноса рисунка схемы на основу может быть у вас есть какие-то идеи либо есть какая-то техника в которой я не знакома мне сейчас все это очень важно полезно и необходимо вот это все мои процессы на этой неделе неделе получилось у меня не продуктивная к сожалению но также хочу показать вам мои покупочки и вот еще одна посылка потеряшка которая все-таки пришла ко мне нашла меня долго-долго лежала у нас на таможне и и не выпускали и наконец-то случился тот день тот момент когда я ее получила ну во первых перед вами органайзеры дубков я заказывала пять штук один у меня уже в процессе моих пионов ну и четыре отправляются запас они всегда нужны наверное это самые мои любимые все-таки органайзеры я много всего пробовала и это самые самые любимые они легкие они компактные сюда сразу и иголочку паркуем и место много не занимают ну что еще сказать очень удобно и практично это мой вариант поэтому скорее всего буду их периодически подкупать делая разные заказы буду их покупать но вот так случается когда делаю заказу заказы их нет наличии поэтому вот поэтому я их редко покупание потому что не хочу потому что просто их нет в наличии в тех магазинах которые я покупаю заказы я всегда стараюсь делать в одном месте потому что доставка дорогая и нужно все купить скопом чтобы уже не не переплачивать за доставку вот четыре органайзера отправляются в мои запасы для новых проектов так поехали по наборчикам вот здесь вот у нас алиса нет не покупала положили в подарок чему очень рада и благодарна спасибо вот мелочь деталь а очень очень приятно вид на море 7 на 7 сантиметров здесь такие кораблики море горы цветочки чайки ну просто пейзаж жизни его отпуска классный классный и вот такие ниточки если буду вышивать и вышлю на каком-то кусочки на равномерке не листи колба равномерка можно не вышить красота спасибо очень приятно ну и самый главный набор из-за которого в общем то и состоялся заказ да я думаю что многих бывает так что хочется купить один набор что-то основное ну а к нему потом подтягиваются и различные другие наборчики и аксессуары это у нас буцила старенький вот здесь данные на английском я не буду читать название потому что я не прочитаю и не переведу скажу только размер 30 на 40 сантиметров я давно смотрела на этот набор потому что раритет надо вы понимаете буцила стоит дорого вот смотрела смотрела мне очень нравится эта девушка да и вообще тема индейцев сюжеты дизайны на индейскую тему меня привлекают и я долго смотрела на эту девушку нравится оригинальный набор днем есть какая-то загадка таинственность но стоил дорого я все себя останавливала думаю нет у меня есть что вышивать не буду но какой-то момент все таки знаете победила победила во мне эта сила что мне захотелось его приобрести рукой махнула думаю так нравится этот дизайн его не найти мы сидим и шанс можно найти схему но можно подобрать нитки да это конечно большая работа но тем не менее можно это сделать а эта схема очень редко ее так просто не найдешь ну в общем-то вдохнула выдохнула и заказала знаете не жалею не жалею потому что очень мне нравятся девушки в индианке индейки точнее в общем нравится мне индейские девушки у меня есть небольшая коллекция и девушек и разных дизайнов на эту тему и возможно когда-нибудь у меня соберется и на целую стену но пока вышивок мало я так сказать в начале моего пути нужно вышивать хотя бы один набор один дизайн в год чтобы собиралась серия вот давайте я вам покажу с обратной стороны здесь приятная равномер очка и вот такой небольшой пучок ниточек ниточек очень мало на самом деле вот но ниточки здесь по моему еще покраса буцилл их собственные ниточки не дмс как они сейчас кладут вот такие нитки там есть иголочка органайзер конечно схема вот такая у меня красавица будет вышиваться на довесок чтобы так сказать не с пустыми руками уходить из магазина купила еще подушку от паны это сложная сложный дизайн здесь тройка размера будто 36 на 36 сантиметров 9 цветов используются дизайнер марина хромова славянское золото подушка очень яркая по дизайну домой мне не подходит но мне очень понравился этот дизайн я решила взять я люблю дизайн и панны люблю их подушки да и вообще по нам немного всего нравится и даже если это не будет подушка это может быть очень яркой картиной на привлечение хорошей энергии красный золотой цвет к сожалению мы не можем посмотреть что у нас внутри не показано у нас внутри классный дизайн вот у нас здесь что красная аида 14 каунта я на красном еще ничего не вышивала очень интересно попробовать на вышивать на красной основе ну и ниточки вы видите цветов немного но какие они яркие желтые горчичный темно-зеленый светло-зеленый светло-желтый бежевый конечно всю красоту будет создавать именно красная основа очень очень интересный дизайн я бы хотела его вышить вот такая неделька у меня получилось не очень продуктивная но тем не менее есть новые процессы что-то новое вошло в мои рукодельные будни интересно а что я буду вышивать на следующей неделе я еще не выбрала еще не знаю поэтому подписывайтесь нажимайте на колокольчик чтобы всегда получать уведомления о моих новых видео это у меня все желаю вам хорошего настроения до новых встреч пока пока